Вот этот день, который сегодня, кто ему платит эти неустойки? Вот кто-то правильно сказал, у кого-то сезонный вообще товар, люди просто горят, вложили кредиты на болезни, на ипотеки, все мы платим, налоги. Давайте подойдем, каждый скажет, вот то, что думает, вот всем тяжело. У меня уже такой вопрос, вот бросить магазин и уйти, мне он будет гораздо легче, нежели платить аренду за пустые дни. Кто мне это возвестит? Подходите, не стесняйтесь, если не мы, то кто? Значит, 20 лет это являлось, считалось, законно, все их были зарегистрированы у нас по адресу, именно поэтому. Ну что я могу сказать, уважаемые власти, ну осталось, будет проще, наверное, нам допустить бомбу просто, так быстрее. У нас у всех есть родители, у нас у всех есть семьи, у кого-то они больные, мы кормим государство, мы кормим родителей, мы платим исправные налоги, у нас есть дети, у нас есть племянники, в общем, куча всего. И у многих людей даже нет квартиры, есть магазины, чтобы прокормиться, так как наше государство. Как бы мы не просим у него ничего, не просим. И сейчас вот как бы на таком вот фоне этого всего получается, знаете, и что? Удобнее, наверное, те люди, которые живут просто на пособия на 5000, они молчат и ничего не просят. Бросьте на нас бомбу просто, и будет вообще нормально, на Атлан. И земли будут ваши, и будет у вас все хорошо, так будет супер. Давайте еще сделаем так. Я просто обращаюсь, если это обращение дойдет куда-то, не только в рамках Ростова-на-Дону. Я обращаюсь просто практически на международный уровень. Это просто какой-то беспредел. Это грабеж, понимаете? Это просто грабеж. Нам магазины обошли. Уважаемые власти, я хочу тоже к вам обратиться и сказать, что налоги нам никто не простит. Кредиты нам тоже никто не простит. Все выплаты, это тоже остается на наших плечах. Но это единственная работа, которая у нас есть, которую мы любим, ценим. Если бы так все было плохо, мы бы здесь не работали. А пошли бы работать на заводы, которых тоже нет. Поэтому будьте добры, ну сделайте так, чтобы нас здесь оставили. Узаконьте эту к чертовой матери землю. И пусть она будет. Мы будем платить налоги так же, как и платили. Все их документы. Ну пройдите по магазинам, проверьте это все, если вас это что-то не устраивает. Кто еще хочет говорить? Подойдите ближе, пожалуйста. Кто хочет говорить? Добрый день, присутствующие. Мы тут все работаем, пытаемся сами себя обеспечить. У некоторых людей, многие сотрудники работают, кому-то дают работу. А в государственном ничего не было. Объясните, почему она только всегда... Объясните. Объясните. Объясните.